Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Рада вас приветствовать. Сегодня на нашем вебинаре психологическая тема. Мы будем говорить о конфликтах и будем говорить об эффективных техниках, на что нужно обратить внимание для того, чтобы конфликтов в нашей среде было меньше. Начать наш вебинар хочу, наверное, с такой небольшой подводки о том, что сегодня мы живем в достаточно конфликтной среде. Избежать ситуации, когда совсем не будет конфликтов, ну, практически нельзя, потому что мы можем посмотреть на макроуровне достаточно много конфликтов, много конфликтов на уровне меза, где мы находимся в какой-то организации, и на уровне микросреды, где мы будем говорить о семье, о межличностном взаимодействии, тоже достаточно много конфликтов. Ну, а самое главное, это конфликт, который может развернуться внутри личности. Внутриличностный конфликт как ядро, как центр, как ключевой фактор, который создает конфликтность вокруг. Сегодня в рамках нашего вебинара проговорю и обозначу про конфликт, про его структуру и содержание, о причине, по которым конфликты возникают. Ну, и расскажу вам о конфликтной личности как отдельной составляющей конфликтологии. И обязательно дам несколько техник, которые помогут эту конфликтность снизить. Вот в таком режиме предлагаю нам с вами поработать. Я хочу предложить и попросить, если у вас есть какие-то вопросы или у вас есть какой-то кейс или какая-то ситуация, которую вы хотели бы обсудить в рамках конфликтологии, я буду рада на нее ответить. У меня открыт чат, поэтому пишите и мы будем на этом останавливаться и будем это обсуждать. Всегда за интерактивное общение. Поэтому с удовольствием буду рада помочь вам, так как я практикующий психолог, клинический психолог. И с темой конфликтности сталкиваюсь не только на занятиях со студентами, но и, конечно же, и в рамках своей практической работы. Ну, а начну, наверное, с того, что обозначу, что же такое конфликт. А мы можем этот вопрос трактовать и с точки зрения социологии, и с точки зрения политологии, и с точки зрения различных наук. Сегодня про конфликт говорим в более широких масштабах, конфликтная ситуация возникает между государствами, этого тоже нельзя не обозначить. Но конфликт в психологии имеет достаточно узкое определение. Это от латинского столкновения, это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, точек зрения, взглядов. И конфликт опасен прежде всего тем, что он надолго нарушает систему взаимоотношений и вызывает стрессовое состояние, неудовлетворенность своей работой, жизнью и в целом то с тем, что происходит вокруг человека. И кажется тогда вот в этом определении, что можно, наверное, поразмышлять о том, что конфликт имеет негативную сторону только. То есть конфликт – это плохо, и участие в конфликтах – это отрицательная сторона жизни, лучше бы их избегать. И когда заявляешь тему без конфликтного общения, то это, конечно же, не тема избегания конфликта. Это больше тема того, как оставить и сохранить свои интересы, свои цели, свои позиции, точки зрения наиболее экологично, наиболее конструктивно для самого себя. Потому что очень часто не включение в конфликт воспринимается с позиции, когда я избегаю конфликта. Что-то происходит важное, ценное, значимое для меня, что-то происходит вокруг, да, где-то мои интересы пересекаются с интересами других людей, но я что делаю? Разворачиваюсь, ухожу, делаю вид, что ничего не происходит, терплю, не замечаю. И это как раз и является ощущением того, что я бесконфликтный человек. Чаще всего я и слышу о том, что при вопросе, как вы участвуете в конфликтах, люди говорят, я бесконфликтный человек. Вот скажите, вы конфликтный? Вот если конфликтный, прямо вот звездочку, огонечек поставьте, если вы конфликтный человек. Или вы тоже все бесконфликтные. Получается, что у... Отлично. Все-таки есть даже с тремя звездочками конфликтные. Плюсик-минусик. И вот здесь получается, что есть негативная такая, негативный стереотип, негативное представление о том, что конфликтующий человек, на самом деле конфликтующий человек и конфликтный человек, это не одно и то же. Потому что конфликтующий человек, это человек, отстаивающий свои интересы. Это человек, который может в конфликтной ситуации отстоять свои потребности. А конфликтующий при этом человек, он может еще и отслеживать и понимать, какие здесь потребности мои задействованы. То есть получается в конфликте, вот на картинке у меня тут столкновение двух баранов, на самом деле в конфликте очень большое значение имеет потребность. Поэтому главный и ключевой вопрос, на который нужно ответить при конфликтной ситуации, которая возникает всегда, это что я хочу здесь получить? Что здесь для меня важно? И в ответе на этот вопрос нам всегда помогают конфликтогены. То, с чем мы заходим в конфликт, то, что этот конфликт разжигает еще больше. Конфликтогены это некие факторы, которые способствуют разжиганию конфликта. Иногда это могут быть слова, иногда это могут быть бездействия или действия, которые помогают конфликт разжигать. Внутри конфликтогена всегда есть какие-то мотивации, которые нами движут. Стремление к превосходству, проявление агрессии, проявление эгоизма – это то, что становится ярким конфликтогеном. Есть слова об общении, которые мы часто используем, которые тоже являются ярким конфликтогеном. Например, если я скажу, что я сегодня не очень довольна вашей активностью, условно, то это будет «я» высказывание, в котором я буду демонстрировать то, что я чувствую. Мне не нравится, я недовольна. А если я скажу, вы знаете, все участники семинара всегда себя так ведут, и это ужасно. Они всегда абсолютно неактивны. Вот все всегда обо всем и во всех вызывают конфликтность. Почему? Потому что когда мы используем обобщение, мы отказываем человеку в возможности проявления. Мы отказываем человеку в возможности того, чтобы он мог на это отреагировать. Я не могу быть всеми. Я один, единственный человек, который должен на это как-то реагировать. Демонстрация превосходства, демонстрация агрессии, демонстрация эгоизма, что мне так надо, и все тут, ребят, мы так делаем. Это все конфликтогены. За конфликтогеном внутри самой конфликтной ситуации всегда находится потребность. Потребность может быть неявная. Ну, например, начальник, который каждое утро приходит и кричит на всех своих подчиненных, рассказывая им, что они все плохие, что каждый из них не справляется с каким-то заданием, которое он им раздает, ругает их за опоздание или говорит им что-то неприятное, и потом уходит к себе в кабинет, и они весь день его обсуждают, на самом деле нуждается во внимании. И потребность внутри – это получение внимания. Просто получение внимания в таком, в прямом смысле, как я выхожу и говорю, здравствуйте, обратите на меня внимание, пожалуйста, и уделите это мне внимание, оно нет, его нет. Его нет в конструкции внутри паттернов поведения личности, тех механизмов, которые уже отработаны. А есть вот такой способ проявления внимания. Я сделаю вам плохо, я буду ругаться, я буду кричать, и тогда это внимание я получу. Вот эта потребность, она не всегда очевидна и не всегда понятна. То есть мы первое для эффективности нашего взаимодействия отвечаем на вопрос, какие же потребности мы здесь удовлетворяем, для чего мне нужен этот конфликт. Я хочу отстоять свои интересы. Или может быть это конфликт моей авторитетности, или может быть это конфликт моей статусности. Если я сейчас не буду отстаивать, то я потеряю статус. То есть иерархия может быть, да, например, когда ребенок конфликтует с родителем, родитель не может отступиться просто потому, что это статусность. Что же я тогда не главный, что же я тогда не родитель, если я не могу признать, что сейчас вот можно и не конфликтовать, а можно просто уступить. Мне здесь нечего отстаивать, интересов как таковых-то нет. Вот. И если мы заглянем более масштабно, почему же возникают конфликты, что же лежит в основе конфликтов, то в причинах конфликтов можно увидеть две большие группы. Это причины объективные и причины субъективные. Вот первые два столбика – это объективные причины, которые возникают из-за того, что происходит в окружающей среде, из-за того, как развивается социум, из-за того, как мы взаимодействуем, из-за того, как устроены наши структуры организации, начиная с организации нашей семьи, заканчивая крупными организациями, например, государства, в которых мы находимся. И эти причины объективны, и законы конфликтологии на них, безусловно, действуют. И причины конфликтов кроются вот в этих факторах, устранение которых снимет конфликтность. Ну, например, есть бесконечная конфликтность у бухгалтера в какой-то организации с профсоюзом. Вот они бесконечно конфликтуют. И один сотрудник уходит, приходит другой, и конфликтность продолжается. Текучка кадров – это тоже один из пунктов, демонстрирующих организационно-управленческую причину конфликта. И это все накладывается один за другим, и вроде бы человек сам конфликтует. Но, по сути, вопрос не в человеке, это не личность, это не человеческий фактор. Это объективно. Нужно изменить что-то внутри структуры, внутри функциональности, нужно изменить что-то в самой среде для того, чтобы конфликтов стало меньше. Это объективные причины. И два еще столбика говорят нам о субъективных причинах. И к ним относятся социально-психологические причины и личностные причины, связанные непосредственно с личностью участника этого конфликта. Социально-психологические причины связаны и со средой, в том числе, с особенностями взаимодействия людей друг с другом, с процессами, происходящими в их социальных взаимодействиях. А личностные связаны с уровнем притязаний, со стрессоустойчивостью, с физиологическими особенностями самого человека. И, безусловно, мы на них тоже не можем не обращать внимания. Один человек почему-то чаще оказывается в конфликтных ситуациях, а другой человек в этих же конфликтных ситуациях оказывается реже. И что же является этим фактором, когда кого-то постоянно критикуют, конфликтуют, подцепляют и как-то пытаются провоцировать на конфликты, а другой избегает всех конфликтов, но при этом удовлетворяет свои потребности и получает то, что ему нужно. Если рассматривать более подробно объективные факторы, то вот тут часть из них я отобразила на слайде, и из них можно увидеть и отметить. Это первое, вот этот уголочки, это естественное столкновение интересов людей в процессе их жизнедеятельности. Мы живем в обществе, в котором есть недостаток ресурсов. Мы не можем выйти и сказать, я хочу два дома, три машины и вот два острова, пожалуйста, если с материальной точки зрения. Мы должны эти ресурсы каким-то образом добывать и распределяться. Или я хочу два чемодана денег, напечатайте мне, пожалуйста. То есть есть естественное соприкосновение интересов. И чем больше дефицита, чем больше недостаток, тем больше конфликтности. Если удовлетворенность естественных потребностей человека высокая, у него есть социальные гарантии, у него есть материальные составляющие, которые ему нужны, которые ему необходимы, то тогда сама по себе конфликтность в среде становится ниже. Второе, это слабая разработанность и использование нормативных процедур для разрешения противоречия. О чем здесь идет речь? Ну вообще, как таковых, не существует или существует очень мало регламентов, как вести себя и нормативных документов в той или иной ситуации. Ну возьмем типичную, например, образовательную организацию, так как представители образования здесь большинство, и представим, например, ученик заходит в класс и говорит, ой, знаете, Тамара Иванова, вы дура. Да, вот что делать? Он провоцирует на конфликтную ситуацию. Или он заходит в класс, встает у доски и говорит, я не садиться не буду, делать ничего не буду и нет регламента. То есть есть какие-то личные наработки, есть личностные особенности, есть у педагога понимание того, как выстроена дальше эта коммуникация. А вот именно нормативных процедур, например, протокола ведения себя в случае конфликтной ситуации, его не существует. Когда стали появляться службы медиации, эти вопросы, конечно же, стали подниматься. Но справляются ли с этим службы медиации, это, наверное, такой неоднозначный вопрос, сложный вопрос. Есть ли у нас на сегодняшний день, может быть, у вас в организациях, есть протоколы в виде поведения или протоколы действий в той или иной конфликтной ситуации. Думаю, что вряд ли это разработано. Третье – это образ жизни, который связан с неустроенностью и радикальными, масштабными, быстрыми переменами. Это отсутствие стабильности в жизни. Чем меньше стабильности, тем больше конфликтности. Наша личность, если вы вспомните пирамиду Маслоу, стремится к базовых потребностях, к безопасности в том числе. То есть безопасность и такое спокойствие – это очень важная составляющая того, чтобы у нас был рост и развитие. Если же личность большую часть своей времени находится в адаптации, в адаптации к новым условиям жизни. А мы последние годы находимся исключительно в адаптации, начиная с 2020 года, когда случился ковид, в мире, не только в нашей стране. И все связанные с ним последствия мы вынуждены адаптироваться регулярно к той среде, в которой мы находимся. Поэтому конфликтность, естественно, повышается. Стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий. К этим стереотипам стоит отнести прежде всего это негативное отношение к конфликту. Не конфликтуй, не конфликтный ты, не участвуй в конфликте, не говори ничего. Даже в семейных взаимоотношениях, где, кажется, микросреда, и там каждый может диктовать какие-то свои собственные условия проживания, стереотипы уж точно могут быть свои собственные. Есть установка на то, что если человек начинает что-то выяснять, прояснять, то он конфликтует. И для одного или для обоих партнеров является нормальным просто разойтись и вернуться к жизни без задавания вопросов. Будет ли это эффективно? Да, конечно же, нет. Это вообще неэффективная стратегия, потому что рано или поздно эти неудовлетворенные потребности, связанные с эмоциональными обидами, связанные с эмоциональными переживаниями, они будут той самой бомбой, которая взорвется и приведет к большому конфликту, к разрыву, к разводу, к выяснению отношений, которые будут неконструктивны. Поэтому один из важных пунктов, который я бы обозначила, это говорить. Нельзя не говорить. В общем-то, решение конфликтных ситуаций, и я вот как бы так в первой трети нашего вебинара могу вам сказать, все просто, все просто разговаривать, разговаривать, проговаривать и быть честным с самим собой и со своими партнерами по общению, по взаимодействию. Чаще всего конфликты возникают, потому что есть так называемые вот эти сложные многоходовые коммуникации, когда человек что-то придумывает, что-то умалчивает. Но, к сожалению, это не всегда происходит, потому что я не хочу говорить. К сожалению, это часто происходит, потому что я не понимаю, на самом деле, что со мной происходит. Что-то случилось, да, вот зашел тот же самый ученик в класс, и вроде бы надо бы заняться урегулированием ситуации, встать в позицию взрослого, а внутри такая обида. Вот так обидно внутри, так больно, потому что сегодня утром в автобус еле запихнулось, потому что вроде бы как бы я уважаемой профессией занимаюсь, так-то я преподаватель, педагог. А на самом деле и тут, и там, и муж утром как-то даже хлопнул дверью, до свидания не сказал. Или не могу говорить, да, Ирина, вы абсолютно правы. И все это внутри так копилось, копилось, а вот он вроде зашел и шутит, и посмотреть бы на него взглядом взрослого человека и сказать, ну, не смешная шутка-то, Вася, Петя, Коля. Ну, не смешно шутишь, давай садись и будем работать. А внутри такая обида, такая обида, что хочется кричать, ругаться и сказать, что да вот все, надоели все, все бросаю, все ухожу. Вот это система накопительства. Не копить одно из правил эффективного поведения в конфликтах. Ну, и еще из объективных, здесь у меня на слайде, это недостаток и несправедливое разделение значимых для нормальной жизнедеятельности материальных и духовных благ. Ну, чем больше разница в уровне жизни внутри одной маленькой культуры, страны, субкультуры, тем больше конфликтности. В общем-то, еще экономисты и политологи сказали, что чем больше средний класс, тем более стабильное общество. Тем больше, тем меньше этого разделения между самыми богатыми и самыми бедными, тем меньше этого разделения, тем больше удовлетворенности жизни. Вот этого самого жизненного благополучия. А у нас получается, что это разделение достаточно высокое, большое количество людей находится за чертой бедности и невозможностью удовлетворения своих простых потребностей. Но, к сожалению, есть и вторая составляющая. Это составляющая нашей социальной жизни, в которой блогеры, псевдопсихологи иногда и другие специалисты пропагандируют очень роскошную жизнь, проживание где-нибудь в теплых странах у моря и пропагандируют это как, ну, если можете, давайте, берите, делайте, вы все это можете. Этот разрыв, он, конечно же, и как фактор внутриличностного конфликта тоже присутствует. Если для людей более зрелых и состоявшихся он не очень важен, то для молодежи, например, это большой фактор конфликтности, когда я вижу, что мои сверстники вообще-то уже там в Арабских Эмиратах продают квартиры и загорают там с самым дорогим мобильным телефоном на балконе и радуются жизни, а я только еще поступаю в институт, то чувствую себя очень неуспешным, очень несостоявшимся. И, конечно же, тогда и весь мир мне не нравится, и весь мир для меня неприятный. Это, ну, опять же, разрыв той картинки с тем реальным миром, в котором живет человек, да, с возрастом он поймет, что это иногда просто картинка, а иногда это вот несоотносимо с объективными возможностями истории. Почему бы каждому не жить свою собственную жизнь? Это тоже влияет как фактор. Ну и, конечно же, мы тут относим и обстоятельства социального взаимодействия людей, и мы должны понимать, что объективные причины часто являются хорошим таким фундаментом для предконфликтной обстановки, для того, чтобы возникла предконфликтная ситуация. К субъективным причинам конфликтов мы относим и психологические особенности каждого из людей. Мы знаем, что есть, например, физиологическая, индивидуальная конфликтность, когда с другим человеком человек не может просто находиться на одной территории. Или есть временная конфликтность, потому что так с человеком все общаются замечательно, а вот, например, если он там выпивает алкоголь, то он становится невыносимым, и все с ним конфликтуют, он становится непереносимым. И именно выбор конфликтного поведения, а не какого-либо другого способа для разрешения любых противоречий, оно ведет к тому, что личность становится конфликтогенной, она становится конфликтной, иногда говорят. И есть возможность выбора того или иного способа разрешения конфликтов, и то, как будет реагировать каждая отдельная личность, будет, безусловно, очень субъективно. В целом, говоря о причинах, почему возникают конфликты, нельзя сказать, что они могут быть только объективны или только субъективны. Во-первых, они все переплетаются. Жесткого разделения их нет, и противопоставления тоже нет. И ни один конфликт в той или иной степени не обусловлен только субъективными или только объективными причинами. Всегда есть большее влияние и большее давление, но в целом это комплекс. Вижу комментарии. Работаю воспитателем, наблюдаю подобное поведение у детей. Не позволяет никому играть рядом. Ну да, такой в детском возрасте есть сенситивные этапы для конфликтности. Например, в трехлетнем возрасте, когда происходит становление и сепарация, такая я, да, я сам, я не буду, ребенок более конфликтен. Ну и, соответственно, в школьном возрасте тоже есть более высокий уровень агрессии как таковой внутри структуры личности, и поэтому и конфликтность возрастает. Ну и да, сегодня внешние факторы, в которых мы находимся, они, безусловно, влияют на то, как ведут себя дети. И очень много, особенно для воспитателей детского сада, отражение семейной истории видно на детях и на том, как они взаимодействуют с другими. Насколько есть или нет вот этих механизмов бесконфликтного поведения в семье, у родителей, между родителями, мы видим и на детях, которые тоже так или иначе это проявляют во взаимодействии с воспитателем, во взаимодействии с другими участниками группы детского сада, например. И если мы говорим о том, что находится в любой организации, в организации, которая имеет свою механизм управления, будь то детский садик, семья, будь то большая организация, структура, там, не знаю, завод, аэропорт и так далее, все причины, которые возникают, можно тоже разделить на большинство, на четыре вот такие группы. Это объективные причины, это функционально-организационные причины, в которых функционирование тех или иных элементов нарушено. Ну, например, там директор вместо того, чтобы сидеть в кабинете, бегает по классам и все время там что-то помогает учителям с доски стереть. Мы прекрасно понимаем, что это не совсем объективно, что тогда он не может решать свои директорские задачи, что тогда его функционал меняется. И организация будет не очень хорошо работать. Ну и наоборот, если же, например, подчиненный будет только раздавать распоряжение и не будет при этом выполнять свои функции, которые он должен выполнять подчиненный. Структурно, вот здесь у нас есть, да, структурно-организационные причины, когда, ну, если мы представим, что у одного начальника есть восемь замов, и у каждого из этих замов там всего есть пять подчиненных, мы прекрасно понимаем, что это будет очень конфликтная организация, потому что восемь заместителей, не кем управлять. Или вчера, например, у меня был запрос у девушки, она организует свое предприятие, и она говорит, «Я очень не хочу заниматься тем, чтобы говорить, кому что делать, я хочу собрать команду профессионалов, где каждый делал бы что-то свое». Я говорю, «Тогда почему ты пришла ко мне?» Она говорит, «Да потому что никто ничего не делает, нет системы управления, нет структуры организации, нет работы, все логично». Также есть ситуативно-управленческие причины, это те ошибки, которые допускаются руководителем в процессе принятия тех или иных решений. Ну, и личностно-управленческие причины, когда сотрудник не соответствует занимаемой должности в той или иной организации. Ну, например, он очень чувствителен, эмпатичен, внимателен, а работа следователем пошла. Понятно, что ему будет очень сложно в этой профессии, и те качества, которые у него есть личностные, они будут не соответствовать тем требованиям, которые профессия предъявляет. Ну, и в личностных причинах конфликтов, тех, которые мы объективно выделяли, в социально-психологических, можно выделить некоторые, которые наиболее часто встречаются. Это потери искажения информации в процессе межличностных коммуникаций. Если не соответствие должности, то лучше, да, менять себе профессию, это будет легче. Но если нет возможности менять профессию, значит, формировать у себя те качества, которые вам позволили бы в этой профессии быть более эффективным. Хотя все-таки путь первый – это найти для себя профессию по душе, а не бороться всю жизнь с собой. Наверное, как психолог я бы вам рекомендовала первое – не мучить себя, найти профессию, в которой все-таки… или вид деятельности в рамках вашей профессиональной сферы, где вы могли бы решать эти задачи, и вам не было бы это в противовес вашей внутренней каких-то особенностей. Про потерю искажения информации. Коммуникация сама по себе – это сложный процесс. И даже без желания, без поставленных задач мы очень много чего теряем. Вот из того, что я сегодня расскажу вам в течение 45-50 минут, которые мы будем вместе, вы возьмете каждый себе свое. И, соответственно, искажение информации будет очень большим. Почему? Потому что здесь еще есть экран, есть эффект отвлеченности, каждый ли из вас может спокойно сосредоточиться, есть канал восприятия, какой работает аудиальный, визуальный, кинестетический и так далее. Много всего, но вообще в целом из-за этих искажений очень часто возникают конфликты. Это социально-психологическая причина. Во-вторых, это естественный различный подход к оценке сложных ситуаций. Ну, во-первых, очень сложно оценивать действия. И мы это делаем очень плохо. Оценивать действия, а не личность. Потому что чаще всего оценка происходит личностных характеристик. Вы можете сказать мне, я хорошая, она хорошая или она плохая. И это будет абсолютно конфликтно. Потому что если, например, вы сейчас мне напишите, вы хорошо ведете лекцию, я вам скажу спасибо, что оценили. А если бы я была не подготовленная, подготовленная, то я бы обиделась, например, сказав, что что-то вы меня оцениваете. Так-то вообще-то нет такой задачки вроде бы оценивать. И чем больше человек в взаимодействии с другим человеком использует вот эту самую ситуацию личностную, то есть я взаимодействую с личностью, оцениваю личность, тем больше у него конфликтов. Если не хотите, чтобы у вас были конфликты, оценивайте действия. Ты плохо заполнил журнал или ты плохо заполнил тетрадь. Почему плохо? Да потому что ты сделал вот это, и вот это, и вот это. А не ты и двоечник, не ты и плохой. Это тоже причин конфликта. Ну, психологическую несовместимость я уже обозначила. Это про невозможность на уровне восприятия, если мы по темпераменту, по характеру возьмем. Вот у меня, например, более холеристический характер. И хоть я и могу переходить на спокойный тон, но для меланхолика или для флегматика я очень тяжела для восприятия. Я это прекрасно понимаю, так же, как и в обратной. Если я слушаю лекцию флегматика, то мне это очень тяжело дается, например. Внутригрупповой фаворитизм, и вот здесь в противоположности есть еще ряженые межличностные отношения и рентный характер взаимодействия, это все те выделения любимчиков, фаворитов и особенных межличностных отношений. Это все то, что дает нам нарушение коммуникации. Любимчики, особенные, иерархия, это все возникновение конфликтности. Если есть ограниченные способности у человека к децентрации, что значит ограниченные способности у человека к децентрации? Он не может отключиться, он не может децентрироваться, то есть он не может разделиться с этой проблемой. Включен во все взаимодействия в округе. Конечно же, ему сложнее. Несбалансированное ролевое взаимодействие людей, когда мы одну и ту же роль надеваем и носим с собой во всех сферах. Если я педагог, то я педагог и в поликлинике, то я не могу выключить этого педагога и в автобусе. Если кто-то кому-то не уступит место, мне уже внутри хочется ему сделать тоже замечание и объяснить. И так далее. Это очень важно, потому что это ведет к ригитности личности и к повышению конфликтности. Ну, например, то же самое замечание в классе будет возможным, а замечание в автобусе будет неуместным. И человек, который получит это замечание, вполне имеет право на него среагировать абсолютно по-другому, сказав, например, что зря вы мне тут это говорите, я вообще-то и сам могу разобраться. Различные способы оценки результатов деятельности личности я уже проговорила, и стремление к власти, стремление к власти, завоевание власти как отдельной социально-психологической причины конфликтов. Ну, и если мы говорим исключительно о личностных причинах конфликтов, то здесь мы можем ответить как низкий уровень социально-психологической компетентности, чем более низок уровень развития личности, тем меньше конфликтов и внутрилучностных конфликтов, и, соответственно, конфликтов в социальной среде. Вообще идея про горе от ума, она существует, то есть чем сложнее устроен внутренний мир человека, тем больше возможностей столкновения его интересов, установок и так далее. Поэтому чем проще человек организован, тем конфликтность его внутриличностная особенно как таковая снижается, но зато вырастает конфликтность межличностная, потому что для других людей он не очень удобен и не очень эффективен. Тип темперамента, акцентуация и характера. Я про это вам сказала. Акцентуация и характера это какие-то ярко выраженные черты характера. Например, если у человека демонстративная акцентуация, то ему очень важно выделяться. Мы это очень хорошо видим, например, в школе. Есть какой-нибудь мальчик или девочка, который явно демонстративный и для того, чтобы получить это внимание, он готов на все. Если вы ему не дадите быть лидером, он обязательно будет лидером со знаком минус, потому что его акцентуация требует проявления. В будущем она вырастет, возможно, в какую-то нарциссистическую проявленность, но пока она вот такая. Это акцентуация, которая меня должны видеть, меня должны замечать, я должен быть везде заметна. Нет, не видите меня как лидера, я буду антилидером. Я буду тем, кто срывает уроки, я буду тем, кто громче всех разговаривает, я буду тем, кто совершает какие-то девиантные или аморальные поступки. Завышенный уровень притязаний. Чем больше ждем, тем больше разрыв с реальностью, тем больше шансов на конфликтность и неудовлетворенность соответственно. То есть, по сути, хороший рецепт здесь был бы отказаться от уровня притязаний, радоваться тому, что есть и желать чуть-чуть больше, и, в общем-то, конфликтность тогда снижается. Уметь вообще наслаждаться тем, что есть. Низкая конфликтоустойчивость и низкая стрессоустойчивость, как личностные характеристики. Стрессоустойчивость бывает ситуативная, в которой мы в той или иной ситуации, несколько раз не оказываясь, учимся адаптироваться, и у нас появляется некая стрессоустойчивость. Если вы в первый раз заходите в класс или в группу, и вы видите, что там двое дерутся или ругаются или кидаются чем-то, то вы, может быть, растеряетесь, и у вас конфликтоустойчивость и стрессоустойчивость будет низкой. Но если вы это делаете в десятый раз, она будет выше. Но, кроме этого, мы должны понимать, что конфликты и стрессоустойчивость есть личностные, то есть как характеристика личности. Один человек более спокойный и устойчив по своим характеристикам, другому это нужно развивать и этим заниматься. Ну и субъективная оценка поведения партнера как недопустимого. У каждого из нас есть свой свод правил внутренний, по которым мы живем. Вчера у меня была терапевтическая группа, и одна из участниц сказала, у меня внутри живет бабка, которая все время ворчит и говорит, кому что делать. Вот, условно, чем больше этих свод правил по отношению к себе, тем больше этот свод правил по отношению к другим. И, соответственно, мы, требуя это от себя, более жестко проявляя это к себе, мы проявляем это к другим. То есть, если я себе не разрешаю расслабиться, я должна, я много чего делаю, то и, соответственно, я не разрешу расслабиться и всем остальным. Буду требовать от них тоже, и от этого конфликтов будет возникать больше. Ну и мое любимое легкое упражнение, которое можно помочь себе лишний раз настроиться на то, какой тип конфликтного взаимодействия у меня. Представьте, что вы красивое спелое яблочко, которое выросло на дереве, висит в себе, наслаждается солнышком, вот скоро прям уже наливное совсем может сказать, что я прям прекрасно себя чувствую, я в самом расцвете силы, и тут к вам ползет человек. Подползает и говорит, яблоко, яблоко, я тебя съем. И первое, что приходит к вам в голову и будет ответом на вашу стратегию поведения, вы его запомните, и чуть позже я вам скажу, какая же стратегия у вас преобладает, доминантная некая или больше избегающая. Яблоко, яблоко, я тебя съем. Любой конфликт возникает не сразу, да, то есть вначале происходит появление конфликтной ситуации, осознание конфликтной ситуации, происходит конфликтное взаимодействие, и уже только потом, что наступает какое-то конструктивное или деструктивное разрешение конфликта. И та и другая составляющая, она несет и позитивные, и деструктивные, то есть и конструктивные, и деструктивные функции. Во-первых, конфликт дает нам новый опыт, он дает нам нормализацию морального состояния, высказавшись, мы уже выдыхаем, чувствуем себя лучше, дает возможность получения новой информации, помогает прояснить отношения, разрядку напряженности, стимулирует позитивные изменения, ну и, конечно же, он может и настраивать враждебность, и ухудшать самочувствие, и переводить общение в некую систему формализации, и депрессию, ухудшение здоровья, эмоциональные затраты, и снижение работоспособностей, ну и в том числе и деструктивное поведение, без которого мы не можем пережить конфликт. То есть, получается, сам по себе конфликт несет и позитивные, и негативные, как, например, и кризис. Что мы из него возьмем, будет зависеть исключительно от нас и от того, как мы это воспринимаем. И, переходя к стратегиям, я бы обозначила способы, которыми мы можем выйти из конфликтной ситуации. Первый способ – конкуренция или соревнования. Второй способ – избегание или уклонение. Третий способ – компромисс. Четвертый – приспособление. И пятый – сотрудничество. И хотела бы обозначить их вот в этой табличке, в которой будет понятно. Все зависит от того, как мы рассматриваем два фактора. Фактор – это значимость моих целей. И второй фактор – это значимость отношений. Если для нас есть большая значимость своих целей, то мы идем вот по этой стрелочке, вот по этой линии, и мы выбираем соревнования. То есть я иду вперед, у меня есть цель, я иду к этой цели, и для меня не имеет значения, что там будет с отношениями. Если у нас большая нацеленность на сохранение отношений, то мы выбираем приспособление. И тогда мы даем возможность другому удовлетворить свои потребности. Может быть, у него будет соревнование. Промежуточным вариантом является компромисс. Компромисс иногда считают одним из лучших способов регулирования конфликтов, но он может быть хорош, только если потребности незначимы. Если, например, ко мне приходит мой студент и говорит, я хочу пятерку, ну, я могу сказать, что ты не был на занятиях, но для меня это не принципиально важно, если ты хорошо ответишь, что я тебе поставлю четверку. Это будет компромисс. То есть пятерку я тебе не поставлю, ну и без оценки ты не уйдешь. Если он не был на занятиях, и для меня это будет принципиально важным моментом, что я должна поставить ему двойку, он должен прийти на пересдачу и защитить все свои прогулы, потому что вся группа сказала, ой, да ладно, Вася там все равно свою пятерку получит, он умеет это получать, то компромисс не подойдет. Я не удовлетворю свои потребности в том, чтобы отстоять свой авторитет, например, в этой ситуации. И для него не подойдет, потому что ему нужна только пятерка, иначе папа его не отпустит на каникулы отдыхать куда-то. Условно. Поэтому мы идем на компромисс только тогда, когда цели и потребности наши не так важны. То есть мы можем от них отказаться. Ну и как вариант сотрудничества, когда мы учитываем и то, и другое. Но сотрудничество как способ разрешения конфликта не применяется всегда, просто потому что это сложно. Для сотрудничества нужно время, и для сотрудничества нужно условие. То есть оно затратно. Это может быть финансовые затраты, временные затраты, затраты в поиске, возможности для того, чтобы это противоречие разрешить. Скажет он, например, я сделаю все, что вы скажете, но вот я хочу пятерку. И мы с ним там 2-3 недели занимаемся, чтобы я трачу свое время для того, чтобы он все-таки получил эту пятерку, и я получила удовлетворение того, что он действительно знает, а не просто так мы ему эту оценку поставили. Ну и пятый, стратегия избегания. Очень часто применяемая, но не несущая удовлетворение потребностей. То есть человек, выбирающий избегание, это временная стратегия, дающая возможность сейчас отойти от конфликта, но не дающая возможность его разрешить. И возвращаясь к нашему упражнению. Если там есть что-то вроде, что я сейчас как, если что тебе дам, то надавлю, раздавлю, то это про соревнования, про стратегию, когда я выбираю, то самое, свою цель я сделаю так, как мне надо. Если посмотреть, какая там красивая груша, или просто отмолчаться, или отвернуться, это избегание. Если, ну хорошо, откуси половинку, остальное я давай-ка тут оставить с моим хозяином, пусть еще пока цветет, и растет вот такой компромисс. Не ешь меня, я спою тебе песенку. Тоже такая средняя между избеганием и потому что вроде как договариваемся. Договариваемся, а может быть и, ну тут явно не соревнования, потому что это поиск между, может быть, сотрудничеством и избеганием. Какая, видно, у меня тяжелая доля. Вот такая прям отказаться от жизни. Ладно уж, ешь меня, надо так кушать, ничего не поделаешь. Посмотри, на земле уже есть упавшие яблоки, ты их ешь, они вкусные, а я останусь, или давай я тебе помогу. Ну так, да, то есть такое сотрудничество. А почему это меня? Это вот такое соревнование, да. Что это меня-то? С чего это вдруг? Давайте-ка разберемся. Противодействие такое. Сейчас придется за базар ответить, почему меня кушаете. И несколько буквально слов уделю конфликтам личностям, конфликтогенным личностям. Посмотрим, зубы обломаешь, это прям в Софии, прям четкое соперничество. Я обработанная и немытая. Манипуляция. Манипуляция, за которой скрывается такое легкое соревнование. То есть я открыто не скажу, что ты меня не ешь, если что. Невкусная идея не понравится. Какие же типы конфликтогенной личности людей, которые конфликтны всегда? В психологии конфликтогенная личность, то есть это та личность, которая в любых обстоятельствах создает вокруг себя проблемные, конфликтные ситуации и проблемные и конфликтные взаимоотношения. Убеждения конфликтогенной личности основываются на уверенности в том, что все люди плохие, и все люди злые, они потенциальные враги, их следует либо обманывать, либо побеждать. И можно выделить какие-то общие черты конфликтогенной личности. Излишняя критичность, прямолинейность, настойчивость, упрямство, эгоцентризм, высокомерие, пренебрежение, неадекватность самооценки, несдержанность и даже иногда прямая агрессивность. Ну и выделяют большое количество конфликтогенных классификаций личностей. Я обозначу лишь несколько из них. Это личность паровой каток. Тот начальник, который с утра приходит, начинает на всех орать. Им все должны уступать. Они должны быть убеждены в своей собственной правоте. И главная угроза – это подрыв их имиджа. Поэтому они ведут себя грубо, бесцеремонно. И они боятся, что совершат ошибку, и имидж будет подорван. Поэтому они всегда находятся в том, чтобы в состоянии наехать первым. Другой вариант невозможен. Скрытый агрессор. Это такие люди, стремятся причинить неприятности с помощью каких-то закулисных махинаций. Причем они вполне убеждены в своей правоте в том, что именно они выполняют такую роль тайного мстителя. Они незаметно восстанавливают справедливость, тихонечко говорят о том, что кто-то там что-то сделал. Это их поведение может быть связано с тем, что им хочется властвовать, но властью они не обладают. И смелости для открытого властвования не хватает. Поэтому они ведут такие подковерные игры, которые вызывают конфликты с ними и конфликты у других. Я тут вижу, я круглая – это прям точное избегание. Ну и что, что круглая – это вроде как бы и так съедят. Есть скрытый каток. Нет, каток всегда открытый. Скрытый есть другой. То есть если каток, его видно. Он не стесняется, он с красным разгоревшимся лицом, он готов кричать, визжать, и он первый там не боится ничего. Разгневанный ребенок. Это люди, которые по своей природе на самом деле не злые, но время от времени они взрываются, как дети. У них, может быть, вспышки спровоцированы прежде всего ощущением беспомощности, испугом, и в настоящий момент как будто ощущают, что земля у них ушла из-под ног. И будь то родитель, который кричит на сына подростка, или начальник, топающий ногами на подчиненного. Причина таких вспышек – это вот такой страх потерять авторитет, страх потерять свою власть и оказаться в ситуации, не справиться с агрессией. Если громкое счастье влияет, отвечаю на чат параллельно, это агрессор, это агрессор. Жалобщик. Конфликтная личность – это по типу жалобщик. Они могут быть как реалистичные, так и параноидальные. Параноидальные жалуются на воображаемые обстоятельства. Они жалуют на всё. У них всё плохо. Вообще, один из способов борьбы с жалобщиками – это присоединиться к их жалобе. А ухож говорят, ой, погода ужасная, конечно, невозможно. Как можно работать в таких обстоятельствах? Дверь опять скрипит, мел опять промок, доска интерактивная, она такая неудобная, дети, как всегда, опаздывают, родители, как всегда, коллеги, ух, ужасно. И вот этот жалобщик, который бесконечно живёт в этой стратегии. Вначале вроде бы хочется его поддержать, а со временем он начинает хорошенько раздражать и вызывать конфликтные ситуации. Потому что действий он никаких не совершает, он просто жалуется. Молчун. Это скрытые люди, у которых нет никакого мнения, никакого отношения. Пока все что-то разбирали, пока все высказывали какие-то мнения, он молчал. Потом пошёл, сделал по-своему. Я всегда студентам говорю, что это тот, кто молчал, пока все собирались сбежать, все сбежали, он остался и сидит такой, ждёт преподаватель, говорит, я не знаю. Они сбежали. И молча продолжает сидеть дальше. И успех общения с ним зависит от того, насколько вам известна причина того, что он отмалчивается. Насколько вообще он не готов высказываться. Потому что он потом какие действия совершает. В команде он очень опасен. Потому что... Сейчас я отвечу, Елена, на ваш вопрос увидела. Потому что эти люди изначально молчат. Но если вы их будете допрашивать, то он может замкнуться ещё больше, а может быть, ну чуть-чуть раскрыться ему сложно. Но действия он совершает, он продолжает их совершать, он что-то делает. Сверхпокладистый. Такие люди, когда нам встречаются, они кажутся приятными во всех отношениях, они поддерживают любую идею, говорят, да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Пойдём тут? Да. Да-да-да. Будем делать так? Будем делать так. Да-да-да. Но, как правило, их слова расходятся с делом. Вы на них полагаетесь. И они также да-да-да сказали всем остальным, и всё закончилось тем, что он не выполнен ни для кого. Отвечая на вопрос, бывает ли смешанное, конечно, смешанное, это условно выделено, чтобы мы могли хоть как-то отличать один тип личности от другой. Обычно они, конечно же, смешанные, то есть там нет такого, что я только сверхпокладистый. Просто есть ярко выраженная черта, которая помогает нам немножко сориентироваться, что это за человек. Вот. Это вот те конфликтные личности, которые чаще всего встречаются. Если вам это интересно, можете поизучать литературу по конфликтогенных личностям. Их много. И есть прям рекомендации, как с ними справляться, с каждым из них что делать. Ну, там, например, к катку больше подчеркивать, какой он значимый, весомый, авторитетный, и давать ему больше внимания, и тогда он перестаёт вот так вот конфликтовать. С молчаном пытаться дать ему возможность выговориться и всё-таки услышать хоть как-то его мнение. Похоже на темпераменты. Ну, конечно же, это всё основывается на нашей внутренней структуре личности. Если человек сам по себе, например, шизоид по акцентуации характера, то и молчаном ему стать легче. Но это вот опять же искажённый способ удовлетворения потребностей. В конфликтной ситуации суть выделяем, со стороны пытаемся посмотреть, ставим себя на место другого участника конфликта, что бы я сделал, что бы он сделал, и находим какое-то конструктивное решение, которое будет оптимально для вас обоих. В тихом умоте черти водится. Ну, вот такой тихушник, да, есть такой. Нет ничего, ничего такой личности, по-моему, страшнее нет. Ну, достаточно сложная личность, да, не догадаешься про что. Ну, и мои рекомендации относительно того, как же разрешать конфликтные ситуации, как вести себя в конфликтах, что бы быть всё-таки на коне. Во-первых, решать спорный вопрос сейчас, потому что можно решать только то, что происходит здесь и сейчас, решать прошлые обиды бессмысленно. Во-вторых, это адекватно воспринимать суть конфликта и находить в нём психологический механизм, то есть что сейчас за цель, какие задачи, что внутри этого конфликта происходит. Простой вопрос, для чего мне это сейчас, что я пытаюсь выяснить, что я добиваюсь. Уточняем то же самое у своего партнёра, чтобы не было барьеров, чтобы их преодолеть. Третье, это оставаться открытым в общении и быть доброжелательным и давать возможность открыто высказываться, избегая манипуляций. Четвёртое, это попробовать понять позицию оппонента, поставив себя на его место, почему с ним это происходит. Пятое, это очень тоже такой важный фактор, это не говорить прямо унижающих, обидных слов и ни в коем случае не унижать достоинство личности и не употреблять эпитетов, которые потом не дадут восстановить отношения. Вроде конфликт закончился, а уже никогда не вернёшь те оскорбления, которые произнесены. Шестое, это уметь аргументированно высказывать свои намерения в случае неудовлетворения требований. Седьмое, это в минуты торжества не давать возможность, дать возможность человеку всё-таки уйти, реабилитироваться, не добивать его, если вдруг вы всё-таки побеждаете. Ну и восьмое, это искоренять недостатки, искореняя недостатки других людей. Сделайте так, чтобы эти недостатки были поправимыми. Не говорите, что ты сын алкаша, и, господи, никуда ты уже не выберешься из этого. Ну, что он с этим сделает? Допустим, его отец употребляет алкоголь. И, в общем, вторая фраза вообще сама по себе нейтральна. А первая звучит оскорбляюще, и вряд ли когда-то человек восстановится. Ну и шесть важных слов. Признаю, что допустил ошибку. Пять важных слов. Ты сделал это просто чудесно, хвалить почаще. А как считаешь ты это, задавать вопросы, уточнения? Три важных слова. Посоветуй, что ты здесь видишь. Хорошая фраза, которая дает возможность человеку почувствовать себя важным, ценным. Два слова – это благодарить, и одно слово – это смотреть с позиции коммуникации мы, а не я. Поменьше проявлять того самого эгоцентризма. Ну и буквально одну минуту эта техника «Я высказывание». Известная техника, которая стоит с пяти шагов. Говорим о фактах, что происходит. Говорим всегда о своих чувствах. Я чувствую, я при этом испытываю. Высказываем свои мысли, свои желания, свои намерения. Сейчас завершается семинар. Я чувствую к вам большую благодарность. Я думаю, что мы с вами сегодня очень эффективно повзаимодействовали. Хотелось бы встретиться с вами еще на какой-то интересной теме. Спасибо вам за работу. Спасибо. Благодарю вас. На этом нашу встречу завершаю. Буду рада нашей новой встрече. Всего доброго. Спасибо. Спасибо огромное за ваши обзоры. Спасибо. До обратной связи.